Теперь Сочи. О производстве гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса говорили сегодня на совещании Владимира Путина. Как подчеркнул президент, отрасль должна быть готова к сокращению гособоронзаказа, когда это произойдет. Однако это не означает сокращение самих производственных мощностей. Они нужны государству и от них зависит обороноспособность страны. Иван Прозоров о совещании. Президент начал встречу с напоминанием. Доля продукции гражданского и двойного назначения в нашем ОПК к 2020-му должна составить 17%, к 25-му – треть, а к 30-му году уже половину от всего объема производства. Диверсификация ОПК – это одна из ключевых стратегических национальных задач. Мы должны это понимать. Мы много раз с вами об этом говорили. Время пройдет, гособоронзаказ сократится, что делать будете? От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И что крайне важно – обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе. Потому что эти мощности, даже если они не будут задействованы для производства оборонной продукции, они нам все равно будут нужны. Их нежелательно, как минимум, нежелательно сокращать. Путин привел к примеру успешной работы предприятий. Ростех помимо военной продукции производит гражданские вертолеты, грузовики «КамАЗ», концерн «Калашников» выпускает катера и мотоциклы. Полным ходом идет работа над среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21. Некоторые крупные компании уже заметно увеличили объем выпуска гражданской продукции. И в этом году выходят на показатели, намеченные на 2020 год. Так, согласно прогнозу, доля гражданской продукции Ростеха вплотную приблизится к 29%. А в целом по ОПК эта доля должна составить 20,7%. Прямо нужно сказать, в полной мере система пока не заработала. И чтобы достичь показателей, установленных на 2025 и 2030 годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно. Президент напомнил о совещании в Уфе в январе этого года. Там Путин посетил уфимский моторостроительный завод, где собирают и двигатели для истребителей Су-35С, и для гражданских вертолетов. Тогда глава государства дал поручение разработать нормативную базу для диверсификации ОПК. Путин призвал завершить эту работу до конца 2018-го. Необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. Её, к сожалению, нет. Речь идёт о том, чтобы чётко, как минимум на трёхлетний период с разбивкой по годам, представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК. И на какие рынки планируют её поставлять. На первый взгляд, это такой административный подход, но, судя по всему, по-другому невозможно. Потому что, ещё раз хочу подчеркнуть, в целом работа идёт медленно. Не хватает и планов производства, объёмов и конкретной линейки продукции. Эти планы должны включать всё, от финансирования и льготного кредитования до исследований и разработки новых технологий. Но в конечном итоге нужен потребитель. Без этого заказа вряд ли что-нибудь сдвинется с мёртвой точки. Процесс диверсификации должен быть органично увязан с реализацией национальных проектов или программ развития. В этой связи считаю целесообразным соотнести планы оборонных предприятий по производству такой продукции с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций, а также с планами закупок федеральными органами исполнительной власти, участвующих в национальных проектах. Это техническая, но непростая работа. Её нужно сделать обязательно. Хотел бы сегодня услышать ваше мнение на этот счёт. Как и когда такая работа будет развернута? Президент попросил участников совещания озвучить предложение и по другому вопросу, как эффективно контролировать этот процесс трансформации производства. Иван Прозоров, Андрей Леснех, Тимофей Раевский и Кирилл Зотов. Первый канал. Сочи.